Продолжение следует... Чтобы показать вот это вот все прекрасное, что я наработал, сегодняшнее будет три ролика, в общем, их объединяет все в одно, это один советский легкий танчик под названием ЛТТБ, в общем-то, не существующая никогда машинка, вот, ну, два ролика будет объединять карта под названием Ласвель, вот, ну, и третья немножко другая, в общем-то, увидим. И, в общем-то, первая ЛБЗ, это разведка, это нужно заметить и обнаружить, то есть, четыре машины противника, при этом желательно выжить и еще, конечно же, необходимо победить, вот, ну, и сразу мы видим, да, что уже есть засветы, есть две машинки в засвете, в общем, откатываюсь я, кто-то меня обнаружил, сваливаю. В общем, что хочу сказать про ЛТТБ, очень хороший танк, очень стильно похож на почивший БОЗе Т-50-2, вот, та машина была просто бомба, и это, конечно, не бомба, но тоже очень-очень-очень хороша. В общем-то, в 44-м году, когда планировался вообще постройка этой машины, решили, что, блин, ну, слишком она дорогая, слишком конкретно, очень сложно ее построить. В общем-то, может быть, они и были правы, так как отказались в пользу разработки Т-34-85, а ведь мы помним, что Т-34-85 это вообще супер-упер, ну, бомба, короче, по тем временам. Ну, так вот, продолжаем. Итак, что у нас тут? Две машины в засвете, наверное, немножечко, что тут, в принципе, да, естественно, конечно же, я выполню эту ЛБЗ, ну, это понятно, иначе бы я не стал выкладывать это видео. Вот, то есть, четыре машины будет в засвете, я выживу, и самое главное, что я еще победю. Вот, и вот тут вот сейчас пойдет, наверное, рейд по тылам противника, поскольку, ну, нужный-нужный бой идет, как бы, пока 0-0, видим, да, что захватывают нашу уже базу, это хорошо, это супер-пупер круто, но на той стороне у нас, видите, да, сосредоточено очень много тяжелых танков, то есть я имею в виду там, где захват у нас происходит. Выцеливаю, выцеливаю я кого-нибудь, может быть, увижу, может быть, нет. Кстати говоря, очень неплохой такой рейтинг боев, то есть я седьмой уровень против меня, девяточки, вот, но все еще, как бы, никто еще не умер, несмотря на то, что, конечно же, преимущество однозначно на нашей стороне, то есть мы видим, да, раскладку уже какую-то, 13 тысяч против 10 тысяч дамага у противника, и вот тут я предпринимаю рейд по тылам противника, поскольку необходимо, необходимо засветить еще кого-нибудь. Конечно, да, это очень и очень опасно, поскольку сейчас мне могут дать пиздюлей. И ой-ой-ой-ой-ой-ой, блин-блинский, надо валить! Ай-яй-яй, хорошо, что не попал, вернее, попал, но отрикошетировало. Итак, ух, еще один рикошет, это просто-просто великолепно, видите, 970 уже от меня отскочило, это просто рикошетная машинка, да, ЛТТБ, это убер-супер-бомба. Итак, после рейда по тылам противника, видим, да, что сейчас, кстати, мне еще раз попку накернет, очень и очень неприятно будет это все. Вот сейчас, да, ну те... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну, короче, в общем-то, слава богу, что я свалил, и слава богу, что я выжил. Вот, видим, да, что лично обнаружил не менее 4-х, а точнее 5 машин, может быть, не 5, тут счетчик вот этот вот ЛБЗ, он нам очень и очень неплохо пиздит. Вот, и поэтому, в принципе, дальнейшее продолжение развития, и так будет понятно, что я выживу, что я победю, и смотреть тут особо не на что, потому что особо дамага больше не будет, то есть основную и дополнительную задачу выполнена, и переходим к следующему. Так, ну и поехали дальше. И вот тут же сразу опять Ласвель, опять тот же самый Респ, опять тот же самый ЛТТБ, и самое главное, что даже у нас все еще тот же самый режим, то бишь стопичный бой, правда, шансов на победу, конечно, тоже есть. Вот, ну и, в общем-то, естественно, что сразу опять-таки я еду на засвет, то есть дабы посветить, дабы посмотреть, кто там, что там. А, в общем-то, это четвертое ЛБЗ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ВЗ. Ой, да что ж такое, блин, ну сразу жопа-то зачем так? Так, ну и вот вижу, да, что ВЗ 131, а самое главное, что ЛБЗ тут необходимо как бы накернить противника, то бишь, чтобы сбить с него кусливую, чтобы его, короче, еще накернили на 250, и в конечном итоге, чтобы его застрелили нахер. И вот видим, ВЗ, на, стоит на гусле, еще и с дамагом прошло. Ну, пошел, пошел, накерниваем. Да, да, отлично, девяностик просто молодец И девяностик его добивает именно тогда, когда машинка была на гусле То есть основные дополнительные требования в этом ЛБЗ уже выполнены Вот, но на самом деле, ох, девяностик Ну вот посмотри, я-то отъехал, а ты-то зачем так вылазил? Тебе что, больше всех надо, что ли? Вот, ну в общем-то, на самом деле, в этом видео будет надолблено где-то около 2000 дамок по засвету Есть домашка по моим, в общем-то, выстрелам Но самое главное, вот, знаете, что я хотел сказать? Вот опять, видите, вот я все в засвете и, естественно, меня накернили Просто надо было раньше свалить Ой-ой-ой-ой Вот так вот погонишься, как бы, за дамагом и получишь пиздюлей Вот, ну, в общем-то, не в этом дело На самом деле, хотел бы вот до конца сейчас, я думаю, что перемотаю на перемоточке Поскольку тут главное действие именно там развернется Поскольку ЛБЗ это очень... А-а-а, отлично, ушел в ангар Вот, ЛБЗ это очень и очень такая нездоровая штука Поскольку, ну вот сейчас я, как бы, на самом деле, в полубое, да Я сразу не заметил, что и 250 у меня надолблено И что дополнительные требования, поскольку вот это уже уничтожило Это да, сейчас нам более просто об этом говорить А тогда ручки-то у нас трясутся, как бы, вот, все, мы играем, движемся Вот, да-да, вот, посмотрите, вот, дружище у нас едет вперед Исаак, ты молодец, ты просто... Ты незабываемый чувак, давай, проходи, проходи, ага Вот сейчас, вот, смотрите, вот так вот никогда не делайте Если вы вот такие вот красненькие, как этот вот Исаак, вот, то делать так не надо Куда ты поехал, дружище? Что ты там увидел? Неужели там кто-то светится? И ты решил, что там все... Ой, тортила, ну надо же! Ой, 383! Ой, не пробил! Ядрит, мадрит! Ну вот, посмотрите, ну, ну... И? И что? И все? Блядь, и вот сбоку еще, и еще, и... Ой, молодец, да Так, ну, в общем-то, не будем смеяться над нашим другом Сейчас мы перемотаем Вот, ну, а перемотал я всего лишь навсего для того, чтобы показать, что вот те вот странные драчилы, которые стоят там И борются с бедненьким тигром вторым, что они просто голободятлы Вот, ну, и вот пока, до свидания, в общем-то, тигр Адью! Ну, сейчас это будет... Подождите, сейчас, ну, один разочек, да, 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 сейчас, 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 сейчас Ну, да, ну... Да ладно, не очкуй, все, вылазь и убивай его Ну, вот, видите, он отвлекся и за это поплатил И тут же я вижу льва, ну, как же не надолбить по льву-то? Господи, прости, если он стоит и спит, а вон те, вон... Три забавных драчилы, которые могли сюда проехать Вот В общем-то, конец этой истории не в этом Не в том, что я убил этого бедного тигра первого Не в том, что я надолбил, а в том, что вот он подъехал, блядский хомяк И накернил меня очень и очень сильно Вот, но я его, в общем-то, не боюсь Ну, конечно же, конечно же, молодец, Лора Ты просто сказка, ты просто чудесный пацан Конечно, как же было, не пора ехать и не надолбить Вот Ну, в общем-то, что я тут думаю? Надо либо сваливать, либо... И тут же я еще напомню, что я не помню, выполнил ли я дополнительные условия То есть, убили ли противника, когда он стоял на гусле или нет Поэтому я вижу хомяка и решаю поставить хомяка на гуслю В принципе, отличное, хорошее мнение было Ну и вообще, даже оно еще не родилось Ну просто уже надо что-то делать Надо подолбить по хомяку, надо заработать еще дамаг Поскольку 11-3, ну тут уже понятно, что выигрыш, как бы Вовсю идет захват базы Вот хомяк на гусле Лора по нему работает Нихера не попадает, 150-й не попадает, Black Prince не попадает Короче, всем все похеру, они опять дрочат Вот только что мы видели рикошет от хомяка Ну, 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 ну И Ай, да, 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 я тоже не пробил Ну, ну И опять хомяк на гусле Ну работайте, ребята, работайте Black Prince уже склеил свои ласты Это понятно, хомяк его просто-напросто задолбил до смерти Но, тем не менее, на нашем фланге еще остается Отличная лора 9-го уровня 150-й, в принципе, тоже не похуй там Но, ну, при все, похеру Ой-ой-ой, и тут вылазит Буратос Ой-ой-ой, не пробил я Буратоса Отваливаю, отваливаю Промахивается он, ну, естественно, куда ж ты стрелял-то херно И вот тут я решаю зачем-то пострелять по гусле А почему-то я думаю, что мои сейчас разберутся с хомяком А это очень и очень в корне неверное предположение Вот только что хомяк убил 150-го Я все долблю по гуслям Вот только что убил, блин, гробную лору И, естественно, подъехал в жопу и расстрелял меня К следующему видео Так, ну и вот, в общем, последнее третье видео Про ЛТТБ Пришлось, к сожалению, полностью переписать мне всю рубрику Вот эту вот, то есть все эти три видео Поскольку имел я неосторожность в прошлый раз вставить сюда музычку А точнее музыку великого композитора Вагнера Под названием Полет Валькирии Оказалось, что у этой композиции имеется-таки правообладатель Я, конечно, сильно был удивлен Как у классики, вообще у классической музыки Может быть, блядь, правообладатель Мне просто интересно А у народных песен у них тоже окажется просто Ну, я не знаю, ой, мороз, мороз, например, если я вставлю Или там, я не знаю, вдоль Питерской У них тоже окажется правообладатель Меня просто это поражает Я в шоке Мне интересно, каким образом они добились правообладания классической музыкой Композитор, который помер уже Я не знаю, сколько лет я не силен как бы в истории музыки Но я точно думаю, что не раньше, там, 19 века помер Вагнер Я, конечно, понимаю, что у него могут остаться там родственники Но неужели они имеют права? То есть, ну, в смысле, они как бы, у них все подписано Все юридически оформлено, и они таки нашли там вот это вот Ему музык, там, я не помню, кто на самом деле обладает правами на Вагнера Вот, ну, мне просто интересно Они нашли, короче, их этих вот родственников Пошли к ним, подписали, короче, с ними права И теперь они обладают правом на полностью на воспроизведение композиции Вагнера И я в шоке, короче, дамы, господа Вернее, товарищи и товарки Я полностью в шоке Поэтому, короче, мне пришлось переписать полностью видео Потому что, ну, кайфалом Ну, если уж я выложил видео То пусть хоть за него хоть что-нибудь капнет Там хоть как-нибудь оно монетизируется Поэтому уж извиняйте Пришлось мне в конечном отпоге Сделать песенку самому Поэтому уж насколько получилось, это вам судить В общем, выбрал я для этого видео Тогда в таком случае композицию Алексея Матова Исполнил я ее самостоятельно И поэтому, поскольку я уверен, что, конечно же, Матов сам монетизирует свою музыку Вот, но поскольку я сделал, можно таки сказать, все-таки кавер Поэтому я думаю, что Ютуб сильно ругаться не будет Вот, и поэтому я просто сейчас составлю свою композицию Досматривайте бой А, кстати говоря, напомню, что здесь нужно было сделать А лично или суммарно взводом насветить на 2000 И нанести лично или суммарно взводом полторы тысячи дамушки Выбрал я для этих, в общем, целей Как бы себе помощники Бульдога И 32-го Вот, ну, по концу боя будет видно Что, в принципе, Бульдога можно было и не брать себе в товарища Поскольку я самостоятельно насветил более чем на 3000 А вот 32-й мне таки помог нанести домашку Это очень хорошо, это супер-пупер круто Поэтому, в принципе, и основные или дополнительные задачи мной были выполнены Отличное видео про светляка, который бегает, ездит, светит В конечном итоге не умирает Поскольку дополнительное условие здесь выжить и победить Так что, в общем, смотрите видео и слушайте Как я пою Впереди отрезок чистый Мы на нем почти статисты А у дальней кромки поля Враг хоронится в кусты И оттуда самоходки Бьют по нам прямой наводкой А по флангу не объехать И по полю полверсты Полверсты огня И смерти в серых маленьких конвертах Разлетятся похоронки Грусть-тоску приумножать Но приказ поставлен ставкой Кто-то молится украдкой Кто-то молча стиснул зубы Кто-то вспомнил чью-то мать Есть сигнал для наступления Все вокруг пришло в движение Хошь не хошь о деревеньку До заката нужно взять Вон соляры, грохот траков Экипажи и штрафбатов Нам бы только поскорее Пол дистанции сорвать Экипаж неровно дышит Наш мехвод поэму пишет Влево-вправо все, что можно Выжимает из движка Я ору как малохольный Но с болванкой бронебойной Мы в последние мгновенья Разминулись два вершка Начинается апотека Будет немцам не до смеха Башню влево выстрел спекся Вот еще один готов Мы друг друга прикрываем И одно лишь что-то знаем Мы отчизну защищаем И не ради орденов Полюсты огня И смерти в серых маленьких конвертах Разлетятся похоронки Грусть-тоску приумножать Но приказ поставлен Ставкой кто-то молится Украдкой кто-то молча стиснул Зубы кто-то вспомнил Чью-то мать Так, ну и вот, короче, подходит к концу этот бой Сейчас мы увидим, как погибнет бедный 50-соточка Вот, я надеюсь, что вам понравилось это видео Понравилось, как я пою Если кому понравилось, то пускай подписывается на канал Ставьте лайки Ну а кому не понравилось, то подписывайтесь на канал И, в общем-то, оставляйте свои комментарии Поэтому всем пока, всем спасибо Всем до зустрича Удачи вам в боях!